В течение всего года Владивосток активно освещали. По городу зажглось более 700 фонарей. Засветились участки на трассах, где ранее были потёмки. Проведена очень огромная работа по строительству увеличенного освещения. Были охвачены практически все микрорайоны города Владивостока. Советский, потом Центральный район, Фрузинский, Русский остров. Лет шесть назад Владивосток был городом тёмным. По ночам его практически не освещали. Свет в конце туннеля замерцал, когда город стали активно готовить к саммиту АТЭС. К примеру, спортивная набережная приобрела новый образ и освещение в виде шаров. Но такой тип фонарей вызвал у горожан слишком экспрессивную реакцию. Шары не прижились. Почему? Потому что видно весь их вид, вызывает желание их пнуть, сбить, ударить. Поэтому шарам была найдена альтернатива уже в виде светящихся столбов. Пока их установили только восемь и в качестве эксперимента. Если руки и ноги горожан до них не дотянутся, на 30 фонарей станет больше. Устанавливают осветительные приборы и там, где их не было вовсе. Специалисты в ПЭС сейчас работают как на оживлённых участках, так и в спальных районах, что весьма актуально. Ведь от количества освещенных улиц напрямую зависит порядок и спокойствие жителей. Мы очень много сделали в этом году скверов. Поменяли освещение во многих скверах. Были новые скверы в городе. Потом мы занимаемся ремонтом линии, электролинии занимаемся ремонтом. Большое внимание уделяется не только освещению улиц, скверов, набережных, но и яркости жилых домов города. Многие спальные районы ночью приобретают свой окрас. Тому причина – сотни лампочек на фасадах. Год выдался урожайным на установку новых светильников и подсветок. Такого масштабного освещения города не было за всю его историю. И сотрудники в ПЭС уверяют, что Владивосток станет ещё светлее. Алина Черненко, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok